Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем погружаться в мир волшебства в студии Екатерина Орлова. И Михаил Кириллов. У нас в гостях Илья Рагулин, иллюзионист, финалист шоу «Удиви меня», участник телепроекта «Уличная магия». Привет, Илья! Здравствуйте! Ну, расскажи, как ты вообще пришел к этой жизни, как стал фокусником? Все очень просто. Мне было 12 лет. Бабушка подарила мне книжку «Фокусы для начинающих». Не просто, чтобы я стал фокусником. Сколько лет? 12 лет мне было, да. Не для того, чтобы я стал фокусником, а просто, чтобы я хоть что-то делал. Хоть что-то читал. Чем-то занимался вообще. Ну, и меня это настолько зацепило, что, собственно, не отпускают до сих пор. Ну, и стало вот моим любимым делом. Я, собственно, по этой книжке, то есть тогда не было ни интернета, да, по телеку особо ничего не показывали. По книжкам... Кроме программы «Оранжевое утро». Да. Тяжелые были времена? Тяжеловато было. Собственно, я тренировался сам для себя перед зеркалом, там, какие-то движения оттачивал. Было довольно сложно, но это было бы сложнее, если бы я себя это заставлял делать. Мне это нравилось настолько. То есть ты по книжке, по описанию, повторял все. Да, то есть там буквально написан текст, рисунок, там, какой палец, куда совать, чтобы получилось вот так. Ну, это просто рисунок и текст там вот так вот, целая страница, какой палец, палец А, совать там в колоду Б, чтобы сделать вот так. То есть, ну, довольно сложно. Но когда я получил первые реакции от людей, то есть когда там... Кому первому показал? Да. Кто были первые подобные? Ну, успешно показал, так скажем. Успешно. Ну, и какие-то моменты, когда показал, а человек говорит, о, да я еще вчера расписал все на этой карте. Все как бы заранее было. Ну, во-первых, когда очень большой процент людей, которые думают, что они знают все фокусы. Да, да. То есть уже на том этапе, когда я говорю, просто возьми карту, он говорит, да я этот фокус уже не знаю. Да. Ну, то есть... Стандартная фраза. Там тысячи фокусов, как бы. А он его уже знает, да. Да, ну, поэтому неудачные фокусы, ну, как, они бывают. То есть я уже сейчас там, знаете, типа, когда опыт есть, человек даже может не понять, что у меня там что-то не получилось. Я могу выкрутиться так и перейти в другой фокус и вообще показать третий, а он... То есть это раньше там может быть, когда я начинал... То есть он загадал, например, король пики, а ты ему слона достаешь, потому что что-то пошло не так. И слон превращается в короля пики. Слон в короне сразу же остается. Ну, а сколько ты, получается, уже этим занимаешься? Ну, получается... Ой-ой-ой. 16 лет скоро будет. 16 лет. Ну, там как бы... То есть вот 12 лет я первый раз получил книжку и начал этим интересоваться. Помнишь первый фокус? Да, конечно помню. Какой? Он был карточный, да? Он карточный, я могу его показать, как бы, и, собственно, даже научить. Вот, отлично. Вовы, интересно. Будем сейчас? Прямо сейчас. А, почему нет? Ну, хорошо. Не будем ждать до завтра. Давай, Кать. Сейчас возьми какую-нибудь карту из середины, чтобы... Только мне не показывай, ни в коем случае. Посмотри, запомни и убирай. Ничего нигде не сжимай. Все по-честному. Давайте я подсниму. Приравняю. Миш, подсними тоже. В любом месте. Так. И ты тоже так подсними. Ой, не ровно получилось. Ну, ладно, не страшно. Сейчас я буду переворачивать карты вот так по одной и смотреть на тебя. И судя по твоей реакции, я постараюсь определить, какой будет твоя карта. И ты постарайся себя не выдавать. То есть это такой сложный психологический, да, с одной стороны фокус. Так. Вот, мне кажется, следующая карта, которую я переверну, она будет твоей. Веришь? Ну, возможно. Возможно. Следующая карта, которую я переворачиваю, она твоя. Ну, давай посмотрим. Спорим? Спорим. Спорим? Спорим. Ну, давай на шоколадку поспорим. На щелбан. На щелбан. Хорошо, давай на щелбан. Следующая карта, которую я переворачиваю, она твоя. Ну, знаю, насколько вы гениальный фокусник, я сразу закрываю. Ну, хорошо. Открываем. Следующая карта, которую я переворачиваю, она твоя. Правильно. А, она могла сказать нет, потому что думала, что ты перевернешь, да? Да. Да, то есть, ну, обучаю, собственно, да. Это классический трюк, он называется ключевая карта. Человек выбирает абсолютно любую карту, не имеет вообще никакого значения, какой она будет. Все, что делаю я, это запоминаю нижнюю карту. А, да, да, да. Я, кстати, знаю. Человек убирает карту, да, в данном случае король. Все понятно. Я знаю. Что она следует. Я понял. Я знаю только 8 пики, я держу ее в голове и помню, что 8 пики она лежит на карте зрителя. Подснимать можно хоть сколько раз, от этого порядка не изменится. Сейчас нужно не перетасовываться. Но карты все равно будут рядом. Все, что мне, собственно, нужно, это переворачивать, переворачивать и следить, ждать, пока будет моя ключевая карта, то есть, моя восьмерка. И когда она будет, то есть, ну, я знаю, что следующая карта за ней, это будет карта зрителя. А там уже, ну, то есть, игра идет такая, да, я могу тянуть время там. Вот восьмерка прошла, но я не останавливаюсь, то есть, я продолжаю. Я знаю, что вот это ее карта, но я уже начинаю играть, то есть, она попадает в мою ловушку. И я говорю такой текст. Следующая карта, которую я переворачиваю. Тысяча рублей и твоя карта. И она думает, видит ее здесь. Да, она уверена, что это не моя карта, то есть, поспорить можно на что угодно, можно и на бабло, как бы, извините, да? Да, да, да. Тут такое, вот такой простой фокус. Можно заработать. Запомнил фокус? Теперь будет тебе прибавка к зарплате. А я, кстати, ну, по-моему, давно его что-то подобное видел. Правда, там заканчивалось тем, что вот эту карту уложили вверх, вот так отгибали. Клали, Михаил. И она переворачивалась, типа, упадала. Клали, клали. Ну да, как это клали. Можно, кстати, другой вариант, когда кладешь карту и последнюю чуть-чуть изгибаешь и гибаешь. Да, во, во, вот это я и хотел сделать. Это просто, типа, да. А бывает так, что человек, может быть, снимет прям с восьмерки пики и все перемешает? Ну, в смысле, когда они подснимают? Да, да. Есть возможен вариант, что карты подснимут именно в том месте, где они будут две. Но тогда, когда я беру колоду, я смотрю нижнюю карту, если это моя карта, значит, верхняя карта зритель. В другом, в любом случае они будут рядышком. А когда ты, я вот не увидел, когда ты посмотрел-то? Ну, это уже... Это уже надо успеть, да? Мастерство. Ну, понятно. Надо потренироваться. Любой фокус нужно тренировать. Даже если он простой, элементарный, все равно нужно тренироваться. Сколько вот самый сложный фокус ты тренировал? Ну, одно, я помню, одно сложное движение с картами, но оно было очень красивое для меня в момент. И очень сложное. И я тренировал его перед зеркалом, ну, часа четыре, наверное, где-то, без перерыва. То есть одно и то же движение, пока в зеркале оно не начало получаться идеально. Я себя не заставлял, я хотел, чтобы оно прям было идеально. Это какое-то секретное движение в смысле? Ну, это сменочка. Типа, ну, вот давай я пролистаю, скажешь, стоп в любой момент. Стоп. Вот эту карту запомнил? Ага. Запомнил? Желательно, чтобы ты ее не забыл. Потому что если забудешь, в чем смысл? Ну, да. Правильно? Так проваливались все фокусники, я всегда забывал. Вот смотри, я возьму любую другую, верхнюю, скажем, шесть пики. Это же не твоя? Нет. Я сейчас просто проведу рукой, просто прикоснусь ей, и она сразу же станет твоей карты. Просто провожу рукой. А, вот это и есть, да? Выглядит просто, что я провожу рукой, на самом деле. На самом деле, это годы тренировок. Ну, не годы, часы. Ну, да. Вот как сократилось, я-то думала, что надо долго тренироваться. Сколько вообще у тебя в рукаве фокусов? Ох, ну, конкретно в этих, по нулям. Не, я не знаю, я уже давно сбил. Когда-то, когда я начинал, только изучал, я составлял списочек, какие фокусы я могу показать. Потом я перестал считать, потому что, например, имея одну колоду карт, можно импровизировать несколько часов. То есть, колода карт вроде 52 листа, да, но тысячи фокусов содержит в себе. Она помещается в любом кармане, и неограниченное количество. Она ограничивается только, знаешь, фантазией. А ты придумывал собственные фокусы какие-то? Да, конечно. Даже такие есть, да? Ну, я думаю, мы с ними обязательно познакомимся после небольшого информационного блока. Друзья, мы продолжаем наш разговор, и остановились мы на том моменте, как же придумываются фокусы. Илья, есть какой-то авторский фокус? Да, они есть. Ну, можно продемонстрировать. Спасибо. Да, спасибо, до свидания. Следующий вопрос. Ну что ж, может продемонстрируем? Да, давайте покажу. Ну, он такой быстренький. Тут, понимаете, связочка из нескольких трюков. Да, он может быть. В общем, давай, Катя, я пролистаю, тоже скажешь, стоп, в любом месте, где захочешь. Стоп. Вот эту карту запомни. Не забудешь, да? Тоже постараюсь. Они те же карты, по-моему, нет? Что, была уже? Так, колода та же, 52 карты. Не, у меня просто вот предыдущие, когда туз пик, я живу в начале тоже что-то, или... А, и в прошлом интервью, по-моему, что-то было. Сейчас король червей. Ну, понимаешь, как-то... Спасибо за подсказку. Нет, он назвал другую карту, это неправильно было. То есть, вот это дерево, вы хотите сказать, это не король червей, правильно? Ну, ты же сказал король червей. Знаете, почему так? Потому что король червей, на самом деле, это 6 пики. А 6 пики, это 10 крести. Вот вам кажется... Куда убегают эти карты? Я объясню. Да, не покидает ощущение, как будто бы я в руке ее прячу, да? Это такая древняя техника. Она называется спрятать карту в руке. То есть, ну вот, берешь и прячешь в руке. Вот таким образом. Вообще, можно по-другому, да? То есть, иногда непонятно совершенно. Вот, ну, примерно... А, то есть, ты делаешь вид, что ты прячешь? Ну, сейчас, на самом деле. Это тот редкий случай, когда я чувствую абсолютную беспомощность. Вот смотри, многие слышали такое понятие, как ловкость рук, да? Многие слышали, но мало кто видел. Вот возьми любую. Да, мне не показывай, запомни и убирай в любое место. Куда-нибудь туда. Вот смотри, к примеру, если я сделаю вот так, то вот это чуть-чуть усложнит мне задачу. Прям чуть-чуть. Если я сделаю вот так, да, то вот это уже усложнит мне задачу, ну, как минимум, раза в два, да? Потому что карты будут в таком хаосе. Рубашка к рубашке, лицом к лицу. Ну, то есть, по-всякому. И вот ловкость рук начинается тогда, когда можно за несколько вот таких незамысловатых движений да, расположить всю колоду в одно положение, вот, да. Все карты, кроме одной, разумеется. Король тиреет. А, не девять. А, у нас же девять пики. Да, это, это да. Ну, девять пики. Что делать? Ну, на самом деле, вот эта девятка, вот эти две девяточки, вот все пикушки и две девятки. Если за эти две девятки просто потянуть, то тогда будет король, правильно. А, как же научиться такой ловкости рук? Это реально? Это невозможно помочь. Да, реально, собственно, как и любому другому делу. Просто практика. Чем дольше тренируешься, тем лучше получается. А как, ну, мы знаем, да, что ты начал с книжки какой-то. Дальше как у тебя путь происходил? Начал там видео. Дальше я познакомился с другими фокусниками. Вот я где-то года четыре примерно один занимался, ну, чисто для себя. То есть читал книжки целыми днями, а там есть время, что-то почитал, какой-то новый фокус придумал, или там что-то доработал, или изучил, прочитал. А потом я познакомился с другими фокусниками, и за год общения с ними узнал больше, чем за те четыре года, что я был один. И как бы мы вместе начали подходить к людям на улице, показывать фокусы, снимать видео на это. Ну, как бы развитие пошло гораздо быстрее. А есть фокусы какие-то в мире, которые ты не знаешь, как сделать? Ну, вот покажут тебе. Да, конечно. Так. Их довольно много. Как бы фокусников-то их сотни тысяч по всему миру. А вот твои, может быть, не друзья, да, а знакомые, у тебя от них есть какие-то фокусы, которые они не могут разгадать? Да. То есть есть, да? У каждого фокусника, наверное, есть такие фокусы. И вы ими не делитесь друг с другом. Ну, во-первых, смотря с кем. Во-вторых, у меня бывали такие ситуации, что я, например, не знаю, как этот фокусник делает этот трюк, и он не знает, как я делаю трюк. Мы можем просто обменяться секретами. В принципе, так. Вообще, это как бы такой рынок, секреты продаются. То есть на этом можно зарабатывать. Фокусник придумывает фокус, и он может его продавать, и другие фокусники его покупают, и все. Давайте я вам 500 рублей, вы мне этот фокус с деревом. 500 рублей. 500 рублей. Ну, 550, ну нормально же. И поедешь на трамвай. Да. Ну, а бывает наоборот, который вот увидел где-то на видео, по телевизору, и сразу понимаешь, как это сделать? Конечно, это чаще всего происходит. А как? Почему? Почему я не понимаю? Ну, к примеру, даже если это какой-то новый трюк, который я не видел раньше, и я смотрю, это действительно что-то новое, у меня в голове варианты, как это можно сделать. Это не всегда именно тот секрет, который использует другой фокус. Но ты понимаешь, что ты мог бы сделать... Да, просто чуть-чуть по-другому, но эффект будет такой же, как бы, для человека. Но у тебя в основном с картами фокусы, или различные? Да, различные. Вот, например, «Властелин колец» смотрели, или «Хоббит» фильм, да? Там было колечко, вот это примерно такое же, только чуть-чуть посильнее. Посильнее? Да, да, я сейчас одену и исчезну. Готовы? Шучу, вы чего? Я вообще... А вот у пригодований тоже ко всему готовы. Да, просто если за этим кольцом начать следить, то какие-то моменты становятся непонятными. Например, когда именно она опять одевается назад, да? То есть это происходит всегда. Когда я снимаю кольцо, оно опять одевается назад очень быстро. Это невыносимо. Может даже показаться, что колечко прям проходит сквозь пальцы. Вот я прям одел его, да? Оно прям одетое. И прям проходит насквозь. Вот. Можешь посмотреть, проверить, убедиться в том, что оно обычное. Главное помнить, что оно опять всегда... На, посмотри. Правда. Не открывается нигде? Нет. Странно, да? Да, действительно, оно сплошное. Можем попробовать с тобой, в принципе. Вытяни левую руку вот так, другую левую. Давно не повторял, где левую. Ты в рукавах тоже ничего не прячешь, как и я? Давай рукава немножечко засучим, потому что сейчас вот это колечко прям с этой руки, вот ты видишь, что оно здесь, да? Закрывай, зажимай прям и переворачивай. И сейчас ты прям почувствуешь. Вы видишь, это пустая рука, да? Да, вижу. Закрывай ее, переворачивай. Ты должен ощутить, что здесь ничего нет, а здесь кольцо, да? Да. Сейчас нужно сделать правой рукой движение против часовой стрелки. Вот такие против. А левой по часовой стрелке. Нет, подожди. Когда ты будешь делать, ты прям можешь почувствовать, как оно физически исчезает из этой руки. И оказывается здесь. Это может тебя напугать. Главное, не пугайся. Итак, правой рукой делаешь против часовой стрелки. Так. А левой по часовой стрелке. Одновременно двумя руками. И чем быстрее ты это будешь делать, чем чаще, то тогда ты... Часы своровал у меня. Так, серьги, кольца проверяем. Все, на месте. То есть, отвлечение внимания. Я не знаю, можно отвлечь человека хоть на что угодно. Так, вас должны запомнить люди, чтобы в общественном транспорте, если вы заходите, все сумки, кошельки прячем сразу. Ну да. Вот такой вы интересный. Почему бы и нет. Интересный. Я понял, как вы зарабатываете фокусниками. Торгуете сами. Зачем биткоины? Правильно? Если можно, в час пик. Аккуратненько. Все фокусники, оказывается, вот чем промышляют. Интересно, интересно. Но я понял, здесь фокус уже заключается в том, что ты отвлекаешь внимание. Да, это отвлечение внимания. Ну прикольно, интересно на самом деле. А был ли какой-то фокус, который ты не мог сделать и сказал, не буду? Ну сложно. Из-за сложности? Ну из-за сложности. Да, да, бывает. Движение с теми же картами. Не получается. Бывает такое движение, что я понимаю, что надо тренироваться не один месяц постоянно, все время, каждый день, чтобы начало чуть-чуть получаться. То есть я понимаю, какой эффект можно сделать с помощью этого движения, но что-то неохота столько времени тратить. Извините. Друзья, ну мы ощущаем нашу полную беспомощность. Если вы разгадали хоть один фокус, звоните нам, просвещайте, потому что мы просто не можем понять абсолютно ничего. Напоминаю, что у нас в гостях был иллюзионист, финалист шоу «Удиви меня», участник телепроекта «Уличная магия» Илья Рагулин. Спасибо, Илья. Спасибо. Спасибо вам.